Году театра посвящается. Умение общаться с человеком, группой людей, целым залом. Навык, которым в наши дни должен владеть каждый. Не беда, если вы испытываете некоторые проблемы. Коммуникационные способности можно развить. Проблемы и мастерство публичного выступления под таким названием прошел семинар-практику в Русском драматическом театре. Его провела народная артистка Чуваши Лариса Родик. Кружится голова, потеют ладошки, никак не удается унять дрожь. Не стоит сразу бежать с этими симптомами к врачу и ставить себе диагноз. Возможно, ваш организм так реагирует на публичное выступление. Для некоторых это превращается в настоящую пытку. Как научиться держать себя в руках и не бояться больших аудиторий? И можно ли преодолеть боязнь сцены? Это реально только в том случае, если это чаще практиковать. Нужен настрой. Всегда доброжелательный настрой. Ни в коем случае не настраиваться на страх, потому что надо идти наоборот навстречу этому страху, и страх окажется позади. Нужно снять лишнее мышечное напряжение, понизить уровень адреналина. Это уже второе занятие по счету, практическое. Откуда идет звук и для чего нужно разогревать мышцы лица? Под чутким руководством участники практикума выполняли специальные дикционные дыхательные упражнения. Вот эти гайморовые полости – это центр звука. Центр звука. Так, как вы здесь звучите, это ваш центральный звук. Голосоведение – это отдельный раздел сценической речи. Очень важный, кстати. Часто человек даже не знает, как звучит его природный голос. Мальчики, зачастую, которые растут в семьях без отцов и которые слышат только женскую речь, бабушек и мам, они, естественно, начинают подражать и завышают свой голос. И когда начинаешь вибрациями, специальными упражнениями освобождать тело и вызывать приятные ощущения, тогда и голос начинает преобразовываться. И очень часто даже некоторые молодые люди даже пугаются и плачут, потому что они не знают, что у них такой низкий, бархатный, природный голос. Даниил Иванов, напротив, точно знает, как он звучит. Сейчас у него нет никаких проблем с дикцией и голосом. Он уже три года занимается техникой речи. Приходилось постоянно утрировать, разговаривать, допустим, с мамой, сидя дома на кухне. И я разговаривал именно таким способом. Здравствуй, мама. Я пришел с учебы. Что сегодня на обед? Она думала, что я немножко помешан уже от этой учебы-то. Но нет, но нет. В итоге мышцы, они запоминают. Теперь Даниил даже не задумывается о том, как говорить. Его мышечная память работает отменно. Кстати, такие мастер-классы полезны не только тем, кто, как и Даниил, решил связать свою жизнь со сценой, но и каждому человеку. Чтобы даже в повседневной жизни говорить ясно, выразительно и красиво. Юлия Важенина, Бахтияр Велиев, Республика.